Дорогие друзья, рад приветствовать вас на открытии этой выставки, хотя она несколько такая спонтанная, внеплановая и, скажем прямо, безбюджетная, но получилось, на мой взгляд, хорошо. Вообще, оказывается, приятно, когда нет ни бюджета, никаких долгих историй, потому что какие могут быть истории с этим художником, которого мы знаем уже 20 лет, который в ленинградском арт-мире, в ленинградской культуре, в ленинградском искусстве предстает веской и поставить, прежде всего, как художник, и как литератор, и как человек, занимающийся кино, и как отец-основатель группы «Медьки». И он же такой, скажем так, критик этой группы в последнее время, что нам идет правильно, потому что все растет, все изменяется. То есть такая совершенно важная фигура. Я не люблю таких слов «знаковые фигуры», потому что знаковые – это что-то такое изображенное и закрепленное. А наш герой движется, мутирует, каким-то образом находит новые пространства для своего самоосуществления. Выставку делал сам художник, прежде всего, стучал, резал, кромсал, вешал. Олеса Туркина, куратор нашего отдела, как всегда, ее не видно, хотя роль ее велика. Олеса Туркина, который замещал меня в этот месяц, я пришел как зритель почти практически, может быть, как инициатор, но и как зритель. Хочу сказать несколько слов о своем просто таком впечатлении, как критика, скорее, чем как музейщика, заведующий этим отделом. Как бы, потому что человек, когда будет 20 лет, он уже не воспринимается очень современным, контемборат, то есть это просто художник. И вот я все время сейчас смотрел, ну и помню, в мастерской смотрел, как меняются вот эти рамки восприятия. Как хорошо, когда художник становится и в группе, и выпадает из группы, потому что в группе видятся одни какие-то общие коллективные качества. В негру начинает вылезать что-то абсолютно свое, какой-то свой рисунок. И вот меня вот сейчас порадовало период, когда очень важен актуален коммерчески выгоден в московском искусстве трэш. То есть трэшевый реализм, реализм, который создательно плохо сделан, который создательно апеллирует к определенному покупателю, построен на хохмах, построен на каких-то главных совершенно идеях и использует активные материалы, сказки, хрестоматии русской литературы, кино и так далее. И вот при некоторых общих точках сопоставления этих хомеров является совершенно другим художником, у которых гораздо больше, собственно, изначально это было, вот этого и субъективности, настольности на снах, на каком-то опыте, может быть, детском, личном, опыте прочтения культуры. Потому что здесь действительно хрестоматцы, и мишки на севере, и кто угодно, танки, и все это детские есть. Но это по-другому, это не головная, не головные какие-то матрицы, не стёб интеллектуальные. Это может быть ёрничество, может быть сковороможество, может быть то, что идёт из телесного низа. Когда-то мы все читали Бахтина. Кто не читал Апулей? Бахтина. Но вот это вот честное, чистое и какое-то пережитое здесь, на мой взгляд, самое важное. Поэтому оно им остаётся, и потом так легко он переходит вот к таким небольшим чистым натюрмортам, которые мне очень нравятся, бывшие вишни. Как-то там одиноко оно висит, как бы никто не стащил из поклонников. Я не виноват в этой своей всякой чашке. Мне это кажется очень сильным вещами. Появились портреты, вот это россыпи портретов. Сама идея хорошая, когда на полу так щедрой рукой и на стене рассыпаны друзья, соратники. И спутники искусства и жизни. То есть вот этот вот совершенно немодный, несовременный, неактуальный аспект пережитого, мне кажется, здесь очень важный. Я не знаю, я никогда не был специалистом по медькам, почему-то мне последние два месяца все эти ребят, потому что нужен же какой-то информационный повод, кто показывать его медька, показывать его стихомировали, показывать его художники. Мне совершенно неинтересно, потому что любые объединения, их своды, их распада, это нечто другое. Это как бы не для меня в данном случае. Мне интересен конкретный человек в его развитии. Я надеюсь, что на этой выставке все это мы увидим. Так что милости просим. Сейчас, еще раз, Олеся, вот нигде ее не видно. Кто ты такой? Иди сюда, Олеся. Дисциплина должна быть какая-то в музее примитивная. И сейчас я с огромным уважением и почтением позволю себе пригласить Александра Сокурова, которого все мы любим и рады, что он как-то душой прикипел нашему герою. Прошу вас. Добрый день. Мне часто как-то приходится размышлять на какие-то наши жизни по культуре, на какие-то темы. И часто я себе задаю вопрос, кто бы мы были без музеев и что мы без музеев. Ну, я имею в виду среду тех, кто что-то создает или что-то пытается создавать. Наверное, погрязли бы в самолюбовании, в гордыне. И первые слова здесь я бы хотел сказать самой сердечной благодарности этим стенам, этому коллективу, этому музею, который совершил этот поступок вовремя, как раз тогда, когда он должен был бы совершен. И мы все, кто близко и давно знающий Виктора, любящие его, в разной степени, понимающие его, и в разной степени чувствующие его. Мы в первую очередь, наверное, испытываем глубокую благодарность сейчас русскому музею. И просьба есть у меня. Собирайте картины Виктора, берите картины в свое собрание, сохраняйте, пожалуйста, его. И надо прямо сказать, что на самом-то деле людей, которые сегодня основательно, эволюционно работают в культуре, вообще в живописи нашей русской, очень-очень мало. Художников много, а художников мало. И еще раз самые сердечные благодарность русскому музею и сердечное поздравление Виктора с этим огромным событием в его жизни выставки в русском музее. Дай Бог, чтобы, несмотря на традицию, чтобы эта выставка была не последней. Поздравляю. Спасибо большое. Для меня честь, конечно, большая. Такие люди высказываются обо мне положительно, хотя бы я вообще очень признателен друзьям своим, тем, кто когда-нибудь писал какие-нибудь обо мне отзывы или предисловия. Всегда после этого несколько совестно показывать и страшно продукт, потому что лучше бы даже уже не показывать, потому что так хорошо обрисованно все, чтобы вот так вот впечатление в это все бы и унесли. А уж там мало ли что на выставке вдруг окажется, что-нибудь не то. Вот, поэтому вот очень я признателен и теперь еще страшнее показывать и хочется там как бы немножко оправдаться. Допустим, я... В данном случае, поскольку нужна концепция в современном искусстве, ее как бы вынимают из художников, говорят, где твоя концепция? Я ее припас, концепция проста. Я выставил огромные картины и совсем крохотные. То есть показал краешки. Основную массу, значит, среднего размера, я не показываю, ее нужно довообразить. Это, как мне кажется, в русле современных таких приемщиков искусства, искусствоведения. Ну вот я пошел навстречу. И у меня тоже есть просьба к зрителям, ко всем посетителям. На некоторое хотя бы время, на время посещения выставки удержитесь от скепсиса. Я вас прошу, это такое модное и выгодное вообще чувство скептикам быть очень хорошо. Ну вот немножечко без него посмотрите, потому что на самом деле все это написано, можно сказать, для себя. Огромные картины никому не нужны для продажи, маленькие пишутся, в общем, недолго. Поэтому удержитесь от скепсиса. Вот. И я, конечно, тоже очень благодарен музею. Достаточно неожиданно это. Я все думал, что это из вежливости интеллигентской такой вот. Мне так вроде как одобрительно отзывается. На самом деле, думаю, хрен, конечно, выставить. Но они это вот выставили. Благодарен очень, не ожидал. Спасибо всем сотрудникам русского музея. И, конечно, вот, например, стоит первый мой учитель живописи, Виктор Петров, и ему спасибо. До сих пор я его прием использую. И в преподавании тоже. Вот. Так что всем спасибо. И вот Алисе Туркину пускай скажет, что это что-нибудь, потому что она же и куратор главный. Ну-ка. Ну что ж. Нужно помолить. Я помню, на пионерских линейках всегда морили. И потом я понял позже, что это важно было. Важно было постоять на комарах и послушать, что говорит пионер Ван Женщин. Поэтому сейчас вот. Ну, если мы говорим о пионерской линейке, то как в кинофильме «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен, когда я был маленьким, я тоже любила бабушек». Когда мы были маленькими, мы все очень любили митьков, и на наших глазах эта легенда родилась. И она родилась из любви к русскому искусству, к его традиции, к лукам, к коврикам, к русскому авангарду. И она живет в работах Виктора Тихомирова, таких лукавых, и в то же время серьезных. И Виктор Тихомиров не случайно говорил, тоже, я думаю, не без лукавства, удержитесь от скепсиса. Виктор Тихомиров замечательный рассказчик, который любит живопись. Поэтому надеюсь, что мы все это с радостью сейчас оценим. Спасибо, Виктор. И поскольку народу все-таки довольно много, я предлагаю хлынуть в мою выставку. Толпить.